Давайте поговорим тогда о Словакии. Давайте поговорим о Словакии, которые тоже рекомендовали определенные условия. И вместо этого Словакия игнорировала рекомендации МВФ. И на сегодняшний день там самое большое производство машин в Европе. Там более 180 автомобилей на каждые 10... То ли 10, то ли 10, я не помню, действительно. Но на сегодняшний день я хочу сказать такую вещь. Понимаете, у нас сейчас... Давайте откровенно говорить. Вот в парламенте идут откровенные драки за места. Каждая партия, что бы она сейчас ни говорила, это правильно сказал мой коллега, действительно хочет получить власть. Или часть власти. Зачем? Возвеличить нацию? Нет. Возродить государство? Нет. Оседлать потоки? Да. Именно оседлание потоков для каждой из партий это самоцель, а не что иное. Я разговаривал сегодня с ребятами, которые приехали с оккупированной территории Донбасса. Знаете, что они меня спросили? Вы нас возвращать будете? Я говорю, конечно. Он говорит, план какой? Я говорю, а плана как бы вот нету. А Крым как будете возвращать? Я говорю, Крыма нету. И, кстати, как вернуть долги МВФу пока нету. Очень много слов, красивых слов. Мои коллеги ломают копии, ломают луки. Но на самом деле они не говорят всего одной вещи. Получить сейчас власть и желанно, и опасно. Потому что корыто достаточно разбито. Сейчас можно как старуха остаться у разбитого корыто. И самое главное, никто придет. Да, и самое главное, никто придет. А что он будет делать? Что он задекларирует? Какая концепция у него будет? И с помощью кого он будет реализоваться? И реализовать. Самое главное, не кого, а для кого? Для Украины? Или для теневых олигархов, которые будут стоять на него за спиной?